Увеличить мощности для хранения мяса и модернизировать фасовочное оборудование. Такие планы перед собой ставят на предприятии мясопродукты. Сейчас компания продолжает вывоз заготовленного мяса в Наринмар. Как вы принимаете мясо в этом году? Насколько оно хорошее? Нормальное мясо, обычное. Но оленя нормально учитывается? Нормально, очень нормально. Через нож Михаила Никонова за смену проходит от 40 до 50 туш оленей. Задачу разделщика входит отделить мясо от костей. В дальнейшем продукция отправляется на обваловку, где ее сортируют. По оценкам специалистов, компания по заготовке сырья на предприятии в этом году проходит крайне удачно. Мясо хорошего качества и погода способствуют сохранению его товарных свойств. Несколько сдвинулись, конечно, из-за того, что были тепло в ноябре и декабре. Она сдвинулась по времени. Это хуже. Но, тем не менее, в общем-то, у 15 в этом году довольно высокая. И вес, средний вес молодняка тоже, туши молодняка превышает 30 килограмм. Но, видимо, сказались хорошие условия в весенний, летний период. В цехах, как всегда, чисто. На предприятии большое внимание уделяют санитарной обработке. Мойка оборудования и цехов проводится ежедневно, во всех цехах, ежедневно. И моющими средствами и дезинфицирующими предприятие обеспечено в полном объеме. И такого хорошего качества мы получаем из Питера, из известных предприятий. Сейчас предприятия продолжают вывоз сырья из оленеводческих хозяйств на Янмар. Уже не первый год акционерное общество сталкивается с проблемой. Недостаточной вместимости холодильных складов. Морозильная емкость позволяет хранить одновременно порядка 880 тонн мяса, тогда как необходимо 1200-1300 тонн. Нам предстоит в этом году обязательно спроектировать, пройти соответствующую экспертизу и построить морозильную камеру емкостью минимум в 300 тонн. Это будет уже достаточного объема емкость, чтобы обеспечивать единовременное хранение в пределах 1200 тонн. К реализации этого проекта уже приступили. Кроме того, в планах предприятия модернизировать фасовочное оборудование. Необходимо обновить термическое отделение. Мощности, которые есть установлены, они, к сожалению, позиционного характера, но вместе с тем они нам позволяют тоже нарастить объем товарного производства процентов на 35-40. Это будет хороший, очень хороший объем. Вместе с тем, для расширения ассортиментной линейки нам нужно произвести модернизацию фасовочного оборудования. Вопросы модернизации мясопродукты планируют решить в течение этого года, так как эти новшества положительно скажутся на качестве мясной продукции предприятия.